23 мая 2012 года. TEDx-сообщество Сибири. Центр маркетинга территории Кузбасс. КузГТУ при поддержке Кузбасской топливной компании представляют первую TEDx-конференцию в Кемерово. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири подарят идеи, достойные распространения. Успешные стартапы, карьера и лидерство. 23 мая в Кузбасском технопарке. Подробности на TEDxKemerovo.org Кузбасская топливная компания. Энергия будущего. Добрый день. Я рада вас приветствовать. На самом деле я сразу хочу сказать, что в рынках территории мы сразу перейдем по второму слайду. Ну вот такое у нас провокационное название оптиченый и эффективный. На самом деле долго думала поставить и-или-или все-таки. Но поскольку иногда бывает, что он оптиченый и тем не менее эффективный, то решила все-таки сделать и-или. Чтобы было все позитивно. Значит, на самом деле вы можете посмотреть, что такое брейдинг, какое определение обычно дается. Мне кажется, что этот слайд очень важен, потому что он несколько шире, чем традиционно воспринимает брейдинг территории. Чуть позже я скажу о некоторых стереотипах и ошибках российского восприятия брейдинга. Так вот, он все-таки не касается только туристического продвижения или маркетинга мест. Он еще говорит о, ну, не только местах для посещения, то есть в рынках все-таки еще и местах для инвестирования, либо местах для проживания. Поскольку нынешний ТЭЭД называется «Первые шаги», то начать я решила с того, что много лет назад, когда нашему агентству вообще 13 лет, и мы без ложной скромности самые титулованные за Уралом, если не говорить, что в России. В целом. И когда много лет назад мы не были такими еще титулованными, успешными, у нас не было такого серьезного авторитета, для одного из наших клиентов, для работы в одном из регионов, мы разрабатывали компанию. И это была следующая проблема. Пришел в регион новый губернатор, у губернатора была лояльная авиакомпания, и эта авиакомпания была конкурирующей с нашим клиентом, который долго и много до этого работал в этом регионе. Соответственно, перед нами стояла задача сделать что-то такое, чтобы как-то подружиться с новым губернатором, и желательно сделать так, чтобы он не просто подружиться, но чтобы он стал лояльным к нашему клиенту, то есть для решения конкретных бизнес-задач. И вот мы разработали такой проект, который для того, чтобы его разработать, мы делали диагностику, какие же проблемы есть в регионе социальные. И, собственно, часть проекта заключалась в том, что это был конкурс для молодых, поскольку в том регионе была проблема оттока молодежи. То есть молодежь уезжала из региона учиться в другие города и, к сожалению, не возвращалась. Мы диагностировали эту проблему и разработали проект, направленный на то, чтобы оставить талантливую молодежь в регионе. И частью проекта был конкурс для родственников школ. Поскольку мы тогда не были такие успешные, клиент решил подвергнуть экспертизе наш проект. И, в частности, пришел в одну организацию, которая много и долго работает с властью. Ну, значит, мы все вместе пришли. Мы такие молодые, красивые, вот примерно так же выглядящие, совершенно не совпадающие с дресс-кодом официальных структур. Ну, а там более серьезные взрослые дяденьки и тетеньки, которые как раз в дресс-коде. И, значит, они послушали наш проект и сказали, что, ну, ребят, вы как-то думаете, что за три месяца у вас будет много заявок, что у вас будет много участников, и вы получите большой отклик. Мы годами тут делаем подобные проекты, и у нас в лучшем случае, если 10 заявок поступают, мы вообще счастливы и рады. Поэтому, нет, ничего не получится. И как-то слишком смело, креативно, и вообще все работает по-другому. К счастью, наш клиент как-то в тот момент решил дать нам возможность все-таки реализовать наш смелый проект. Итогом было то, что через три месяца мы получили не только лояльность губернатора, реализовывая совместно эту программу. Мы получили еще награды российских конкурсов за этот проект. Клиент получил решение своих бизнес-задач. Кроме этого, мы еще, к сожалению, получили негативные отношения этой структуры, потому что никто не любит смелых, веселых, бодрых конкурентов, которые показывают, что то, что делается годами, можно делать за гораздо более короткий срок и делать более эффективно. И таким образом мы переходим к тому, какие проблемы существуют с российским брендингом. Меня, честно говоря, попросили организаторы, поскольку на прошлом ТЭДе мы говорили очень позитивно о разных примерах, наоборот, хороших, в этот раз немножечко поговорить о том, почему часто происходит так, что брендинга и усилия по брендингу территории не работают. Так вот, первая проблема, то есть вы меня спросите, к чему я вам рассказала ту историю наших первых шагов, которые были почти 13 лет назад. Она как раз часто и заключается в том, я вот так вот назвала, брендинг часто равняется птице и пиле. Часто просто получается так, что брендингом территории занимаются структуры, которым важнее не что-то действительно сделать, а поставить галочки, ну и немножко про коррупцию, то есть распилить бюджет. Поставить галочки, на самом деле, как показывает наш опыт, вполне можно и на эффективных проектах, вот в частности тот проект, про который я вам рассказала, там администрация края поставила себе прекрасную галочку. Если кому-то будет интересно узнать, что же этот проект за проект, он есть у нас везде, называется «Билет в будущее», в том числе книжка «50 лучших биор-проектов России» он есть. То есть галочки были успешно расставлены. Распилов не было, поскольку нашим заказчиком выступала не администрация, там, края или какая-то близкая к ней организация, а коммерческая структура. Но, к сожалению, часто в России именно так и происходит. Брендинг равняется птицам и пилам, и, собственно, реализация не начинается уже потому, что зачем что-то делать, если все состоялось? Главное же распилить. В общем, к сожалению, часто бывает так. Второе уравнение, которое тоже часто бывает в России, брендинг территории равно туристы и еще раз туристы. То есть, к сожалению, в России брендинг территории воспринимается именно как туристическая привлекательность региона. Я вот здесь две картиночки разместила за пирамидами и с морями. Но если посмотреть на Россию, то очень мало регионов в России, в которых есть либо наследие прошлого успешное, которое можно хорошо продавать, либо какие-то географические ресурсы, теплые моря или что-то подобное. То есть, откровенно говоря, слишком мало в России регионов, в которых, в принципе, можно продавать туристическую привлекательность. Ну или как минимум на это не стоит делать ставку. И это вот одна из основных ошибок, с которой все начинают. Все считают, что брендинг территории – это, прежде всего, привлечение туристов. На самом деле, если посмотреть, то это далеко не так. Еще одна проблема, с которой часто приходится сталкиваться. Многие воспринимают брендинг территории как то, что надо сначала сделать такое серьезное маркетинговое исследование. Вот, честно, мы, хотя я и рассказываю про эту тему, но мы как раз занимаемся чаще бизнес-коммуникациями, а заказов по брендингу территории, которые происходили из властных структур, у нас в портеле агентства нет. Объясню, почему. Мы с одним городом сибирским где-то года три уже разговариваем про программу брендинга территорий. Причем, к счастью, мы в этой программе не являемся разработчиками, нас привлекают как экспертов для оценки того, что мы разрабатывали другие. Поначалу пытались привлечь как разработчиков, после того, как месяца три у нас все происходило, шапка, как-то не шапка, не валка, наоборот, мы поняли, что нам это неинтересно, мы привыкли работать в другом темпе, и мы привыкли делать что-то эффективное. И вот эту историю, когда годами проходят исследования, когда цель собственной разработки, это как раз вот какие-то некие теоретические труды, это точно не про нас, но про многие российские города, к сожалению. Еще одно уравнение, которое можно привести, брендинг территории, это мифы и легенды. В России, так же как с туристической привлекательностью, очень любят играть в легендирование регионов. И, к сожалению, весь сегодняшний день, я бы сказала, что в России всего два успешных проекта, в общем-то, брендинга территории, и они как раз равняются легендированию. Это Мышкин и это Великий Устюг. Мышкин при этом сработал на том, что просто туристические потоки, очень удачно корабли ходят по Волге, мимо города Мышкин, и вот тут все сложилось, что называется. То есть хорошая легенда про мышь. Стартовали от названия города, сыграли на этом, создали музей мыши, рестораны, связанные с мышью и так далее, и так далее, и все это работает. А второй пример, это Великий Устюг, как бы Родина Деда Мороза, на этом тоже сыграли. Это тоже пока работает. Почему пока? Дальше будет еще одно уравнение. Тогда я вернусь. Почему, на мой взгляд, это пока работает в Великом Устюге, и в какой-то момент может закончиться эта история. Вы здесь видите, что я привожу еще пример Лахнессского озера. То есть, ну, это вот всемирный, наверное, известный пример. Многие действительно ездят на Лахнесское озеро посмотреть на Лахнесское чудовище. Это тоже пример легендирования. То есть, иногда это работает, но когда регионы начинают придумывать, и в основе этого в базе ничего нет, то, на мой взгляд, это работать не будет. Поэтому я считаю, что это уравнение неудачное. Еще одно уравнение – это брендинг с историей, это обертка и конфетка. Часто придумывают обертку красивую и вкусную, но совсем не думают про конфетку, то есть о содержании. Как эта обертка вообще соотносится с регионом, который мы собираемся продвигать? Ну, то есть, если вы всегда делали карамель, и ваш регион именно этим славен, а потом к вам приходят какие-то умные люди со стороны и говорят, что карамель сейчас не в моде, надо делать шоколад. Но вы-то всю жизнь делали карамель, ваши технологии заточены под это, и вас везде знают, как производители карамели. Если вы в этот момент начинаете делать шоколад, то у вас немножко обертка с конфеткой, то есть, какую бы красивую обертку вы это не обернули, к сожалению, скорее всего, это спросом пользоваться не будет, потому что один раз купив что-то в красивой обертке и не получив вкусное внутреннее содержание, я не буду это покупать снова. Поэтому, когда мы продаем красивую обертку, мы должны понимать, что внутри должно быть соответствующее содержание. Если, то есть, здесь пример такой. Все знают Лас-Вегас как регион, в котором можно круглосуточно получать удовольствие. Собственно, здесь обертка и содержание, и конфетка совпадают. То есть, построенный в пустыне, в степи город, заточен именно под то, чтобы круглосуточно все получали удовольствие. Но, как ни странно, даже в таких городах бывают проблемы. И совсем недавно Лас-Вегас провел очень успешную компанию, которая выявила проблему, и компания была успешной, потому что она была нацелена на решение этой проблемы. А проблема была такая. Люди приезжают в Лас-Вегас, тусят, позволяют себе делать то, что никогда не делают больше ни в каком другом городе, а потом думают, а вдруг кто-то узнает про то, что я там делал. А вдруг кто-то там, коллеги, жена, неважно, еще что-то. И вот тогда была разработана гениальная рекламная компания под названием «То, что ты делаешь здесь, останется здесь». В этой рекламной компании приняли участие многие известные граждане Америки, начиная от супруги президента и заканчивая ретовыми людьми. И везде трансмировался этот слоган «То, что вы делаете здесь, остается здесь». Компания была признана успешно многими рекламистами мира, как бы вошла в наши рейтинги, и только укрепила позиции Лас-Вегаса как города, в котором можно круглосуточно делать то, что вы хотите делать, и это останется здесь. Какие еще бывают проблемы в российском брендинге? Уравнение «свои» и «чужие». Два логотипа приведены «Смоленск» и «Таллинн». Сейчас я объясню почему. Очень часто российские регионы считают, что для разработки тех или иных брендинговых компаний региона нужно привлечь каких-то иных специалистов, которые приедут, что-то придумают, что-то предложат. Но часто то, что предлагается, совсем не воспринимается жителями региона или бизнес-общественностью, общественными организациями. Происходит это потому, что если приезжают какие-то люди сторонние, не понимающие менталитет региона, его особенности, его географические какие-то вещи, разрабатывают, пусть даже неплохие какие-то смелые вещи, они не будут приняты, потому что это чужие. Они приехали, погастролировали и уехали. Пример «Смоленск» привела здесь не случайно. Вот «Смоленску» кажется, что это сердце в логотипе юбилея, а, например, экспертам кажется, что это циррозная печень, а кто-то еще говорит, что это перевернутая Африка. Но самое интересное, что глядя на этот логотип, достаточно современный, в котором много разных полос. Я не знаю, сможет ли кто-то из вас сказать, что это означает, что у разных цветов полосы это разные группы, живущие в Смоленске. А самое главное, когда я почитала ТЗ, которое было в начале, которое вот в администрации Смоленской области как бы для юбилейной компании пишет, там дело в том, что говорится о том, что Смоленск это всегда были западные ворота России, что они очень ценят вот это свое местоположение, что они очень ценят историю и так далее. То есть, честно говоря, я не вижу этого в этом логотипе. Может быть, видите вы, но... И самое главное, что именно жители не приняли этот логотип. Очень много обсуждений идет на всех ресурсах. Происходит это именно потому, что если вы приезжаете и совсем не учитываете специфику региона, людей, которые в нем живут, то, конечно, никто это впоследствии не примет. А как раз другая история была в Таллине. Таллинн разработал несколько... Зато он нескольким агентством разработал логотипом своих фирменных, фирменного стиля своего. И дальше было выбрано три. А уж выбирать финальный, выбирали вместе всем миром, что называется. То есть, жители региона были привлечены, шло голосование, голосовали эксперты, голосовала бизнес-общественность и голосовали жители. И именно логотип, который набрал во всех аудиториях и занял лидирующие позиции, был выбран как тот, который может представлять город. В принципе, немного про то же самое демо под названием «Пророки и гуру». Тема эта связана вот с чем. Такое провокационное произведение я хочу сделать. На мой взгляд, брендингом территории в России на данный момент в основном занимаются высшие политтехнологи. Объясню почему. Вот когда мы в 13 лет создавались как агентство, мы изначально работали в бизнес-коммуникациях. Но в тот момент, когда мы говорили, чем ты занимаешься, нас спрашивают, ну, пиар. Ну, то есть выборами, да? У нас все. Потому что в лучшем случае все знали, что пиар – это выборы. Так вот, тогда действительно большинство, кто был создан, кто работал, занимался выборами. Прошло какое-то количество лет, выборов в России стало значительно меньше. А политтехнологии освободили, заняться им тоже. Либо в бизнес-коммуникации переходить, либо вот можно позаниматься брендингом территорий. Тем более очень удачно у тех, кто занимался выборами, они обычно гастролировали в стране, поэтому в тех или иных регионах у них оставались связи с администрацией. Поэтому если администрация вдруг ставится перед ней задача, надо сделать брендинг территории. Администрация думает, так, у нас тут ребята приезжали, выборы занимаются. Позовем-ка их, и пусть они нам теперь территорию продвигаются. И сейчас именно так и происходит. Чем это заканчивается? Вот сегодня Борис уже упоминал вот эту прекрасную лапу, которую вы видите в этом разделе, а именно логотип Омской области, которую за 12 миллионов рублей сделал очень уважаемый мной, специалист по фамилии Чумиков, очень известный человек в пиар-сообществе, из города Москвы, то есть Омская область его пригласила как гуру столичного, с большим опытом. Он занимался на дать должное, там очень большое, перед этим была большая диагностическая, исследовательская работа. Ну вот результат, вы видите, пришел потом новый губернатор, и первое, что сделал, сказал, мне вот это не нравится, такое ощущение, что на лапу дали, поэтому мы вот это применять не будем. И получается, что та работа, которая велась до этого, эти 12 миллионов, которые были потрачены, ну, собственно, вот они ушли никуда. Хотя это тоже пример с достаточно свежей брендинговой территорией. Ну или два других прекрасных логотипа, которые вы видите, Калужской области и Ферми. Честно говоря, это два приятных логотипа, которые сделаны Актеми Лебедев. Вот Калужская область. Актеми Лебедев говорит, что в этом он хотел показать, ну или инвестиционную привлекательность региона, подчеркивать, что ОК, то есть КЭКО, это означает, что у нас в регионе все нормально, к нам можно идти как инвесторов. Но я, честно говоря, глядя на этот логотип, не очень понимаю, чем он, например, не подойдет к Костромской области, к Ленинградской, или Кейлеровской, например, области. Тоже может подойти. А самая интересная, знаете, история, что потом еще его обвинили в том, что вообще-то этот логотип, он, Московский завод есть, как-то карбонит, или что-то типа того. Очень напоминает именно его фирменный стиль. Но, тем не менее, привезли, обратились в Буру, Буру сделал. Артемий Ребетев это Буру, это никто не оспаривает. Поэтому, ну, теперь есть, с этим живут. Или вот Пенский логотип, но тоже, опять же, мне кажется, в принципе, отражает тенденции современного искусства, которое теперь пытается продвигать Пену. Но почему бы там Нипсков, например, или Прокопис. Да, или Прокопис, тоже прекрасный. То есть, очень часто получается, что пока приезжают Буру, они, опять же, не изучают какую-то ментальность региона, географические, другие какие-то особенности. Но вот отсюда возникают лапы и прочие веселые дела. Мое любимое, ешь-служом. Знаете, с чего обычно начинается брендинг территории в России? С того, что хочется, вот мы не задумываемся, на какую аудиторию мы хотим сработать. Вот если мы вернемся к первому слайду, ну, и не вернемся, вот в памяти своей, вернемся, три минуты, что я акцентирую вот в первом слайде, что очень важно, что брендинг это не только туристическая привлекательность, это еще и жители, которые здесь живут, это еще инвестиции, которые сюда можно привлечь. Так вот, невозможно скрестить ежа-служом. Нужно четко для себя поставить цель, на какую аудиторию мы работаем. Хотели мы туристов привлекать, для жителей делать лучше, или инвесторов. Хороший пример, на мой взгляд, того, как удалось скрестить ежа-служом, Копенгарген и Амстердам, Копенгарген. Кстати, вот видите, Open, да, название, это не дизайнеры придумали, это именно администрация города поставила ТЗ, что в названии должно быть Open. И дальше уже несколько всемирных агентств разрабатывало именно исходя из этого ТЗ. этот логотип они используют в нескольких вариациях, в зависимости от того, на какую группу они работают в данный момент времени. Мне кажется, что это четкое попадание, и им хорошо удалось это спрести. Реклама территории. Что я имею в виду? Брынг на территории часто воспринимается именно как реклама. Но дело в том, что если вы не меняете инфраструктуру, если вы не меняете что-то в самом регионе, то все ваши действия, которые нацелены на брэнг на территории, они будут всего лишь рекламой. И вот вам пример. Бельдяшки. Реально существующий населенный пункт Торловской области, который прекрасно был прорекламирован в фильме «О чем говорят мужчины». Нашли люди, которые поехали в Бельдяшки и написали потом отчеты. Оказалось, что в Бельдяшке, к сожалению, нет Жанны Криски, которая встречает вас в отеле. Отеля тоже, в принципе, нет. Это три дома, один закрытый, заколоченный магазин и клуб. Поэтому, если вы не поменяли инфраструктуру, а сделали только рекламу, то заканчивается именно этим. И обратный пример Львов. То есть у них даже в логотипе пять реально существующих исторических данных. Если мы приедем в Болеву, увидев этот логотип, мы, в принципе, именно это и увидим. Значит, наши ожидания не будут обманывать. Уже затрагивала тема того, что теперь политтехнологи занимаются принципом территории. Почему, на мой взгляд, это не всегда хорошо? Потому что, когда политтехнологи занимаются выборами, то главный критерий надо сделать ярко, быстро, выиграть, что угодно пообещать, а после нас будет поток. Потому что никто никогда ничего не реализовывает, как правило, из того, что было обещано. Но брендинг территорий это долгосрочные перспективы, это серьезные программы. Поэтому, когда приходят специалисты с краткосрочными технологиями, это не всегда хорошо. Кроме этого, брендинг это веселые картинки. Вот видите, прекрасно, ингланетянин. Это реальный логотип города Глаза, нарисованный совсем недавно в юбиле города. Ну, то есть, на мой взгляд, это только веселые картинки и ничего больше. К брендингу территории это не имеет никакого отношения. Или это изобразительство и креатив. Вот в серединке логотип реальный, реальный, который утвержден города Великобритании. Честно говоря, кроме того, что там какая-то то ли лапжа, то ли я не знаю что. То есть, ну, здесь, мне кажется, что креатив немножко сыграл, взял верх. Жаль, что у меня уже заканчивается время, неожиданно. Потому что хотела сказать, на самом деле, о том, второе провокационное заявление. На мой взгляд, на сегодняшний день в России брендинга территорий нет, потому что заказчикам брендинга территорий по идее должна выступать власть. Делает она это редко, несмело, не принимает креативные, смелые какие-то новые подходы. Но в то же время, если даже что-то и делает, то не смотрит на основу. И самое главное, не отвечает на вопрос, а кому мы продаем сейчас свой регион? Эти основные ошибки. Но как раз мое убеждение заключается в том, что бизнес, личность и общественность на сегодняшний день делают гораздо больше для брендинга территории. И здесь есть реальные проекты из нашей практики, в том числе, которые внесли свой вклад в брендингу территории. Первый проект это аэропорт Толмачева, с которым мы работаем уже 7 лет. Когда мы начинали работать, еще Красноярск претендовал на главные ворота из Европы в Азию. Очень громко претендовал, причем у них было все нормально с государственной поддержкой в отличие от Толмачева в тот момент времени. Но, как показывает опыт, если есть люди устремленные, увлеченные своей идеей, то это выстрелит. Сегодня Красноярск уже ни на что не претендует, аэропорт по-прежнему похож на какой-то колхозный, как-то сельский. А если вы бывали в Толмачево, с каждым годом Толмачево становится все больше и больше похожим на достойный аэропорт любого европейского города. Почему это относится к брендингу территории? Потому что первое, что видят люди, прилетая в Новосибирск, это аэропорт. И я считаю, что это 100% проблем. Примеры Севена. Они заказали картинки, когда холодно, это хорошо. Открытки, которые можно положить в морозилку, ну, открытки не нацелены на иностранцев, они их дарят своим пассажирам на международных рейсах. Когда открытка не лежит в холодильнике, на ней все страшно, то есть там надписи «Go home» и так далее. Когда открытка полежала в морозилке и ее достаешь, то «Go home» превращается в «Welcome», у медведей АСКА уже не звериный, а с гармошкой и так далее, и так далее. То есть это вклад конкретной компании в рейтинг территории. Парк в подарок юбилей на юбилей. Мы делали компанию в Кузбассе здесь для одного угольного предприятия. У них был юбилей. И в процессе диагностики мы выяснили, что 21 тысяча сотрудников работают на разных предприятиях этого, на разных предприятиях подящих в комнат. И эти люди хотят сделать что-то очень яркое и заметное в подарок на юбилей. Они не хотят традиционного концерта, как на День металлургии или День шахтеров, когда Московская звезда стадион там и так далее. И мы придумали, что нужно отреставрировать центральный парк одного из городов, где они представлены. То есть тем самым лицо города изменилось, и люди, которые в этом участвовали, получили свои дивиденды эмоциональные в первую очередь. Может, еще не можно точить этот Кузбассик? Да. Это было всегда в себя. Город добрых дел. Это компания, которую мы разрабатывали для авиакомпании Сибирь в Томске. У Томска был юбилей, и Севен был спонсором. Можно было просто там логотипами отскочить, но и Севен решил получить тоже ну, сделать эту программу. А мы продиагностировали, чем Томск уникален. Вот то, о чем говорил Борис, тоже про города. И выяснили, что Томск за всю свою историю он уникален тем, что там всегда были люди, которые делали разные добрые меценатские дела. И мы предложили от имени Севена поддержать эту историческую традицию, и тамичам предложили рассказать, сейчас Томск это город, доброе дело или нет. Получили массу заявок, и вот это, кстати, Борис опять же говорил, про то, что про наши города чаще всего в криминальной хронике говорят. И вот этот проект позволил сделать так, что центральные каналы про Томск говорили в позитивном ключе и приводили его как Томск город добрых дел. Проект свадебный спас также попал на федеральные каналы, причем заказчик свадебный салон. Просто для него мы заложили в Новосибирске новую традицию на спас, делать свадебный спас. У нас куча невест добровольно бывших на детстве пережженных пришли в классы, ну и там была целая компания большая, кстати, за нее мы в этом году получили призы разных салон, что можно почитать, если будет интересно. Ну и заканчиваем, или заканчиваем, заканчиваем. Праличный общественный в класс. В Новосибирске уже давно проводится сибирский фестиваль бегом. Это не просто соревнования, это теперь официальный член Международной Ассоциации Мараконных и Проградов по шоссе, это награды Олимпийского комитета как лучшие соревнования России вне стадиона, но на мой взгляд гораздо более важно, что тысячи людей выходят на дистанции разные абсолютно фестиваля бега, и максимальное количество участников у нас было 150 тысяч человек. Это инициатива одного конкретно взятого человека. Бывший легкоатлет решил, что ему обидно, что в Париже, в Нью-Йорке и прочих городах есть полмарафоны и марафоны, а в Новосибирске нет. Он это затеял, и теперь это тоже брендинг территории, потому что многие, в том числе и туристы приезжают, инвестиции приходят в город под этот проект. И самое главное, что жители в нем участвуют. Проект города открытых сердец, проект галереи сердец, у вас будет сессия посвященная удовлетворительности, мне кажется, это немножко про то. Вполне конкретный человек, усыновив ребенка, понял, что есть масса проблем, связанные в том числе с административными всякими прибонами, и эта девушка решила, что она должна помочь другим знать ответы на эти вопросы. Она организовала благотворительную организацию, которая на сегодняшний день подвигает Новосибирск везде, как один из самых городов, где все продвинуто с вопросами усыновления. У нас был проект галерей сердец, благодаря которому за два месяца были усыновлены 27 детей. Причем не просто вот так мы взяли и кому попало отдали. То есть все это через серьезную работу психологов, протестирования и так далее. И этот проект, тоже освещался на федеральных каналах, если говорить. И он не криминальный. Новосибирск в городе продвинутые молодежи, потому что у нас есть некоторое количество конкретных личностей, которые увлечены монстрациями и прочими митингами. Это смешно, позитивно, это тоже освещается на федеральных каналах, инициатива исходит просто от продвинутой молодежи, то есть от личности. И Новосибирск в городе современного искусства, в котором родина то будет, то не будет, на темнее у нас есть такая Анна Терешкова, супруга одного обеспеченного человека, которая почему-то решила, что ей нужно продвигать современное искусство в массы, и теперь у нас происходит некоторое количество достойных событий, которые, в общем, продвигают Новосибирск в городе современного искусства. Ну и заканчивая, хочу сказать, что и я, и мое детство мы тоже как бы немножко занимаемся брендингом Новосибирска. Примерно с 2004 года мы решили, что мы не будем лениться, будем описывать свои проекты и подавать их на разные конкурсы. С тех пор мы почти всегда есть в шорт-листе каких-нибудь конкурсов, есть в России всего 5 книжек, то есть в течение с 2000-го по-моему года они выходили, 50 лучших пиар-проектов России за год, в каждой из этих книжек есть как минимум один наш проект, который туда попадает по итогам разных этих конкурсов. Для чего мы это делаем? На самом деле мы это делаем в том числе для того, чтобы показать нашим московским коллегам, которые сначала не верили, что люди сейчас живут в Новосибирске на хор-пиар-пиар, а теперь они понимают, что на самом деле мы с ними можем легко конкурировать, что часто делаем, участвуем в московских тендерах и выигрываем и работаем в Москве, но то, что мы живем в Новосибирске — это просто наша осознанная позиция, мы не хотим переезжать в Москву. Но пиар в Новосибирске при этом хорош. И на последнем вот этом конкурсе «Серебряный лучник», который каждый год проходит в Москве, где представлены лучшие пиар-проекты России, эксперты уже сказали, что, наверное, мы, пожалуй, откроем в Новосибирске музей пиара, потому что как-то очень много достойных проектов участвует в наших конкурсах. Поэтому, мне кажется, каждый из нас здесь сидящий может что-то сделать для того, чтобы продвинуть свою территорию. Самое главное, я вас очень прошу, прежде чем это начинать делать, задумайтесь, для какой аудитории мы будем продвигать и что мы будем продвигать, чтобы не получилось, что как-то странно у нас все. Нам есть что продвигать, и продвигаем совсем другое, придуманное кем-то, заезжими специалистами. И, в общем, это не приживается ни здесь, ни тем более в глазах сторонних каких-то аудиторий. И на большое спасибо! Кузбасская топливная компания. Энергия будущего.